Чай это очень важный алхимический напиток и сегодня я хочу об этом рассказать, а потом пояснить, как алхимия чая усиливается с помощью самовара, потому что сейчас лето и мы еще на дачах и мы еще можем с вами раскипятить чай в самоваре. Итак, чай напиток медленный, в этом идея чая. В чем проявляется медленность чая? В том, что чай горячий, его невозможно пить быстро и глотать, но даже это не главное. Чай это напиток общения, поэтому мы, когда пьем чай, мы с кем-то его чаем пьем. Помните, мы приглашаем людей к чаю, мы хотим пообщаться. Вот смотрите, есть химия, там где мы выясняем химический состав чая. Кстати, у нас вполне могут быть сейчас такие зрители, которые не пьют чай, потому что они считают и искренне считают чай напиток вредным и так далее. Химический состав чая. И вы можете об этом написать нам в комментариях под видео, потому что я сегодня химией чая в этом видео заниматься не буду, но с удовольствием прочитаю ваши комментарии и мы с вами это все обсудим. Алхимический состав чая важнее. Что такое алхимия чая? То, что мы пьем чай и общаемся. И вот общение в чае, вот я считаю, за чаем это 85% его действия. Самовар, который я поставил, это алхимию усиливает. Почему? Потому что самовар тоже быстро не сделаешь, правильно? Быстро можно скипать чай в электрочайнике, а когда ты готовишь чай в самоваре, то общение тебя с чаем, с людьми, да, оно начинается еще до принятия чая, как напитка. Ты растапливаешь самовар и ты уже с людьми в другом состоянии. Полминуты о том, как готовится чай в самоваре. Значит, смотрите, вот это облик самовара, когда у нас уже чай вскипел и мы уже пьем. А на самом деле, когда мы чай только кипятим, чашечка нам будет не нужна, что у нас здесь происходит? У нас есть крышка самовара, мы ее снимаем. И открылась труба. Эта труба проходит до дна самовара, собственно, в ней горит огонь, который греет воду, которая находится вокруг трубы. Мы растапливаем самовар через верх. Кстати, очень классно растапливают самовар шишками. Шишки очень удобные, очень хорошо горят и дают прекрасный жар. Когда у нас самовар растоплен, мы ставим трубу, превращаем самовар в сухопутный крейсер и дальнейшее подкармливание огня мы можем делать шишками прямо через трубу. Но пламя даже может вылетать, и вы это сейчас видите на видео, вот смотрите, какое пламя может вылетать из самовара. Это очень интересное и захватывающее зрелище. Когда у нас все в самоваре прогорело, мы снимаем трубу. Здесь специальная ручка, чтобы не обжечь руку. И восстанавливаем конструкцию и закрываем крышкой. Все. В самоваре вода, горячая, кипяток, держится очень долго, потому что внутри еще остались, в трубе остались еще угольки, которые будут поддерживать температуру воды. И вот он, самовар у нас готов. Можно пить чай. Вот так вагда и огонь соединяются у нас в самоваре. Скажите, да или нет, он горячее, чем чай из электрочайника. Он горячее, сильнее на вкус. И он свою горячесть держит гораздо дольше чай из вот такого самовара. А вот этому самовару, который я вам показываю, ему больше ста лет. Это самовар еще дореволюционный, привезенный из Сибири. Он очень горячий чай. И вот это сочетание огня и воды. Вот что может быть более алхимичного, чем это сочетание. Именно самовар нам позволяет соединить огонь и воду. И еще мы получаем чай. Что интересно, что традиция чая на Руси, она была очень тесно связана с китайским чаем. Почему? Потому что чай в Россию попадал через кяхту, через торговый путь, который шел из Китая сухопутный. И поэтому чай мы на Руси пили не цейлонский, не индийский, который шел кораблями через Англию. А мы пили китайский чай, который шел караванами сухопутными из Китая в Россию. И, кстати, дальше тоже. Поэтому русские люди пили очень много элитных китайских сортов чая, такие как улун и прочее. И вот традиция чая на Руси, это как раз не черный чай, а это как раз чай зеленый или улун, или чай, который мы называем поэр китайский. И это вот та традиция самоварного чая на Руси. Буквально два слова о том, чем чаепитие отличается от совместного принятия воды. Еще раз, у меня очень много и знакомых, которые занимаются ЗОЖ, и я думаю, что большинство зрителей на канале тоже занимаются ЗОЖ. Пометьте, кстати, в комментариях, кто относится вот так к своему здоровью. И я поэтому от очень многих людей слышу и принимаю эту мысль о том, что чай вреден, нужно пить воду. Прекрасно, супер. Но можно ли общаться за водой? Вот представьте себе, мы налили друг другу полстакана воды и начали общение. Понимаете, почему? В чем разница? Я с этого начал. С том, что вода – это напиток быстрый. Это напиток, которым ты утоляешь жажду. В каком-то смысле, даже вообще не напиток, потому что в чистой воде нет ничего, кроме воды. Так вот, вода – это для утоления жажды. Пить воду долго – это странно. Можно ее пить, конечно, со льдом. Это немножко замедлит воду, но в целом вода, чтобы напиться, а чай – для другого. И вот что я еще заметил с своими прекрасными знакомыми, которые занимаются ЗОЖ. Да, если ты пьешь с ними воду, то воду приходится пить поэтому больше. Человек за час общения выпивает полтора литра воды, а потом он просто начинает носиться в туалет. И общение вот этим, вот этой беготней в туалет, оно рвется. А когда мы с вами чашку чая тянем час, а если чай из самовара, то она не остывает. А тут у меня японская женщина. Смотрите. Это не рисунок, это чашка из антикварного японского фарфора. Здесь рельеф вот такой, на дне чашки неровная, так положен фарфор, что он превращается в японку. И кажется, что это нарисовано. Так вот, когда мы пьем час в чая, в течение часа, мы в туалет не бегаем, потому что мы еще не перепились. Верно же? Вот. Поэтому чай, он нам замедляет процессы. Поэтому чай алхимически это напиток долголетия. Понимаете? Не химически. Мы сейчас не изучаем химический состав чайного листа и не выясняем, что там есть, что там хорошего, а что там кому-то не нравится. Мы алхимию. Вот если мы что-то делаем медленно, то мы это медленное в себе поддерживаем, взращиваем, культивируем. И это медленное начинает везде в нас прорастать. Вот что такое напиток долголетия. Да, понимаю ваши аргументы, если вы сейчас мне напишите, что зачем долголетие, нужно здоровье. Друзья мои, долголетие тоже связано со здоровьем. Потому что здоровье тоже поддерживается медленными вещами, оно на них находится, оно на них базируется. Это подобно тому, как в наших видео про упражнения я иногда позволяю себе такой каламбур. Я говорю, что быстрее, выше, сильнее. Это очень понятный и известный принцип. Но медленнее, ниже, слабее. Это принципы, которые ставят здоровье по своим местам и его начинают питать. Друзья, это было такое, знаете, видео про чай, очень короткое, очень быстрое. Но я очень надеюсь на ваши комментарии. Если эта тема интересна, про воду, про чай, не пожалейте поставить лайк под видео, поделитесь с умными людьми. А в комментариях спорьте, спорьте, не минусуйте, спорьте в комментариях. И я буду рад ответить на любые ваши вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok